Главные оружейные игроки Ближнего Востока обзор оборонного рынка 20 февраля 2019 года ТАСС Главные оружейные игроки Ближнего Востока Обзор оборонного рынка Источник изображения AP Photo Камеран Джебриэли Пока в этом регионе преобладают американские вооружения, но в последние годы занять там свою нишу стремятся российские, китайские и турецкие поставщики. Производство оборонной продукции в странах Персидского залива и прилегающих к нему регионах все больше локализуется. Местные правительства переходят к политике, направленной на снижение затрат, повышение надежности и получение дивидендов от инвестиций в укрепление национального промышленного потенциала. Все эти тенденции наглядно видны на 14-й Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2019, которая проходит в Абу-Даби. За последние годы ОПК Ближнего Востока демонстрирует быстрые темпы роста, причем Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, лидируют в сфере разработки новых систем и их продвижения на международные рынки. По мере того, как стратегические средства доставки и возможности экспедиционных сил стали приобретать все более важное значение для стран Ближнего Востока, началось увеличение инвестиций в авиационную и военно-морскую технику, а также в легкие транспортируемые системы вооружений. Государства Персидского залива традиционно делают ставку на американские вооружения и продукцию военного назначения, ПВН, ведущих европейских стран. Между тем на рынок региона в последние годы выходят российские, китайские и турецкие поставщики, которые стремятся занять на нем существенную нишу. Главный игрок ОАЭ является одним из ведущих производителей оборонной продукции на Ближнем Востоке благодаря своему географическому положению, закупкам и способности использовать офсетные программы для развития своего промышленного потенциала. Оборонная промышленность этой страны существенно консолидировалась в результате формирования в конце 2014 года холдинга Emirates Defense Industries Company, в составе которого работали такие совместные предприятия, СП, и компании, как Мюбидла, Туэйзан и Emirates Advanced Investment Group, EAIG, компания, НЕМР. Из УАЭ успешно поставляет военную технику как для своей армии, так и на экспорт. В частности, вооруженным силам страны поставляется семейство боевых машин, НЕМР, включая защищенный автомобиль, легкую машину поддержки и боевую машину пехоты, БМП. По мере развития компания добилась успехов в экспорте ПВН. В числе достижений создания производственного предприятия в Алжире и поставка Туркменистану внедорожника, Аджбан, НЕМР. Также стремится продвинуть свою продукцию на новые рынки и с этой целью подписала соглашение о налаживании партнерских отношений с чешской компанией ВОПСИ-Зед, Малайзийской, ДЕФТЕК и Тайской, Файко Технологии и Инжиниринг, Бронемашина, НЕМР. Источник изображения, Крис Юнг, НЕА ФОТО ВАЯ ГЕТИ ИМИДЖИС. В УАЭ также развивается судостроение. В 1995 году была создана компания Абу-Даби Шип Билдинг. В настоящий момент к ней присоединились. Военно-морскую продукцию предлагает также и Холдинг. С помощью этих компаний ЮАЭ имеют возможность разрабатывать и строить малые и средние патрульные корабли и корветы длиной до 75 метров, а также небольшие военные, охранные и коммерческие суда. Также Эмираты способны выполнять техобслуживание и ремонт военных кораблей подобного класса, но не обладают возможностью строительства и обслуживания кораблей большего водоизмещения. Между тем, сотрудничество итальянского кораблестроения с военно-морской промышленностью региона помогло таким компаниям, как Леонардо и Финкандири, укрепит долгосрочное отношение с предприятиями УАЭ. Кроме того, подписание в конце 2017 года соглашения с французской компанией По корветам Гауинд поможет расширить отношение УАЭ с французской промышленностью в среднесрочной перспективе. Корвет Абу-Даби ВМС УАЭ источник изображения В ближайшее время ожидается дальнейшее развитие ОПК Эмиратов, поскольку в конце декабря 2018 объединенный комитет АЭ по вопросам промышленности и развития оборонного потенциала сообщил о завершении разработки проекта «Стратегия оборонной промышленности». В рамках этой стратегии реализуется план поддержки местных оборонных предприятий посредством предоставления им имеющихся инвестиционных возможностей как внутри страны, так и за ее пределами. Ожидается, что реализация этих планов обеспечит более активное участие оборонного комплекса в проектах экономического развития и улучшит базовые показатели ОПК и квалификации рабочей силы УАЭ. Одновременно растет объем экспортных поставок УАЭ в других областях техники и в другие регионы. Речь идет о поставках беспилотных летательных аппаратов, БЛА, заказчикам в Африке и стрелкового оружия, боеприпасов и бронетехники в стране Центральной Азии, Африке и за ее пределами. За счет стратегического географического положения в Персидском заливе Эмираты смогли воспользоваться потребностями регионов бронетанковой техники, для обеспечения которых приступили к выпуску ряда моделей как собственной, так и зарубежной разработки в Саудовской Аравии. Непосредственная возможность развития оборонно-промышленного потенциала может появиться в Саудовской Аравии после того, как в июне 2018 года Королевство заключило соглашение с УАЭ о совместном производстве легких вооружений, боеприпасов, бронетехники, мишеней, обслуживаний военной техники и стандартизацией военной промышленности двух государств. Такое тесное сотрудничество позволит двум странам легко наладить совместное производство и обеспечить принятие на вооружение некоторых жизненно важных видов ПВН, а также сократить зависимость от внешних поставщиков. Саудовская Аравия самая большая страна на Ближнем Востоке стремится активизировать свой ОПК, особенно в связи с тем, что она возобновляет закупки военной техники. Кроме того, в программе ВИЖЕН 2030 изложен амбициозный план по увеличению закупок отечественной военной техники с 2% до 50% к 2030 году. Учреждение в 2017 компании Как ожидается, объединит многочисленные имеющиеся в королевстве возможности, в том числе в области самолетостроения, военной электроники, производства и обслуживания бронемашин и производства боеприпасов. Первые разработки САМИ Стартовали в 2018-м, когда было запущено СП с испанской компанией Неванчия В рамках этого проекта компания САМИ Будет выполнять работы по интеграции боевых систем, а также проектно-конструкторские работы по системам для двух из пяти корветов. АВАНТИ Корвет проекта АВАНТИ 2200 Источник изображения КАЛЮЧО 510 СЛАШ СИСИ БАЙСА 4.0 Саудовская Аравия также весьма заинтересована в получении доли участия в работах по продукции военного назначения, закупленной у России. В октябре 2017-го стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий локализованное производство ПТРК Корнет-М, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и автоматического станкового гранатомета АКС-30. Кроме того, в том же году Москва и РИЯД заключили контракт на локальное производство в Королевстве автоматов Калашникова АКС-103 и патронов 7,62Х-39ММ для них. Также Центр науки и технологий им. Короля Абдель-Азиза Кинг Абдель-Азиз, Сити for Science and Technology, КАКСТ Из Саудовской Аравии совместно с украинской компанией Антонов разрабатывает двухмоторный турбовинтовой транспортный самолет Ан-132Д, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32. В ВВС Королевство обязались закупить шесть Ан-132Д, четыре в поисково-спасательном варианте и два в варианте радиоэлектронной борьбы. В то же время предполагается, что в общей сложности они приобретут до 80 самолетов. Машина дебютировала на Международном авиасалоне в Париже в 2017 году. В Саудовской Аравии создаются производственные мощности для реализации более широких планов. Вместе с тем, хотя Саудовская Аравия продолжает усилия по созданию и приобретению нового производственного потенциала, она обладает некоторыми заметными оборонно-промышленными возможностями. Так, существенно повысился потенциал Королевства по производству боеприпасов после создания в 2016 году совместного предприятия между местной Military Industries Corporation, MIC и Южноафриканской компанией DINL при участии немецкого оборонного концерна NMETAL. В результате предприятие вблизи Эр-Рияда способно производить 60 мм, 81 мм и 120 мм минометные снаряды, 105 мм и 155 мм артиллерийские боеприпасы, а также авиабомбы массой 227-907 килограммов. Кроме того, МЭГ производят бронемашины, которые применяются в Саудовской Аравии и экспортируются в Туркменистан. Другие возможности ОПК Королевства связаны с техобслуживанием самолетов и в первую очередь истребителей Typhoon Европейского консорциума Eurofighter в парке своих ВВС. В 2014 году в стране было одобрено создание предприятия по ремонту бортового радиоэлектронного оборудования, что расширило возможности местного ОПК. Истребитель Eurofighter Typhoon Источник изображения Саудиты также осуществляют сборку учебно-боевого самолета Разработки Первые из которых ВВС Королевства должны были получить в 2018-м. Объемные сделки Саудовской Аравии с США, о которых было объявлено в мае 2017 года и которые предусматривают поставки большой линейки ПВН-аэростатов, танков, артиллерии, контрбатарейных РЛС, БТР вертолетов, также предполагают локализацию сборки, производства или обеспечение техподдержки. В частности, в рамках проекта, совместно реализуемого крупнейшей мировой корпорацией Локхид-Мартин и Месной Тагния, планируется окончательная сборка и доработка 150 вертолетов общего назначения С-70 Black Hawk для правительственных организаций Саудовской Аравии, что создаст 450 рабочих мест в Королевстве. Другие созданные в последние годы СП предполагают разработку и производство технологий, начиная от получения спутниковых изображений и заканчивая тренажерами, сборки-блайсборки систем связи. Катар и Аман Катар в 2018 году начал предпринимать более активные шаги по наращиванию своего оборонно-промышленного потенциала. После значительных инвестиций в военную технику, в том числе новые корабли, РЛС, бронетехнику и боевые самолеты, правительство в марте прошлого года учредило холдинг. Он принадлежит Министерству обороны, сформирован при участии британской оборонной компании и будет помогать стране управлять неокров в оборонном секторе, а также вложением инвестиций, проведением испытаний и оценок и стратегическими закупками. В числе других функций этого холдинга инвестиции в оборонные компании и фирмы обеспечения безопасности, а также создание совместных предприятий, которые будут способствовать экономическому росту Катара за счет финансирования разработок новых технологий и приобретения интеллектуальной собственности. В числе зарубежных партнеров Катара Французская компания Nexter Systems Обеспечивающая поставку Эмирату боевых бронированных машин VBCI С колесной формулой 8Х8 и их техобслуживания Норвежский концерн Консберг Занимающийся обслуживанием цифровой архитектуры, связи боевыми модулями приобретенных VBCI Бронемашина Источник изображения Ройтерс Джо Пенни Немецкий концерн Метул Который обеспечивает производство боеприпасов, системы обезвреживания боеприпасов и обучения, тренажеры и обучения бойцов, а также комплексные системы безопасности и наблюдения для защиты морской и критически важной инфраструктуры. Итальянское судостроительное предприятие Финкандири С которым обсуждается сотрудничество в области систем береговой оборонной видеонаблюдения Турецкая компания Эйселсн Производящая дистанционно управляемые боевые модули и оптоэлектронику Итальянская компания Паретта У которой в планах создание в Катаре предприятия по производству пистолетов и дробового оружия ОМАН также постепенно развивает свой ОПЭК И значительную роль в этом играют офсетные программы Так, в 2016 году при содействии французской компании Менуен Был создан завод по производству боеприпасов калибров от 4,5 мм до 12,7 мм В интересах ОМАНских вооруженных сил и полиции Первая партия была передана ОМАНским вооруженным силам в мае 2017 В числе других программ, способствующих развитию ОПЭК ОМАНа Создание судоверфей и объектов по техническому обслуживанию Ремонту и капитальному ремонту военных кораблей А также интеграции систем на сухопутные, морские и воздушные платформы Военнослужащий ОМАН и источник изображения В условиях так называемой четвертой промышленной революции Роль формирования конечных экономических ценностей Потенциально может перейти от производственной составляющей К интеллектуальной собственности Которая может лицензироваться и передаваться Это еще более облегчает странам Персидского залива Возможность развивать локальные производственные мощности Для создания коммерческих и военных изделий Любовь Милла Иванова, Николай Новичков 19 февраля 2019 года Право на данный материал Принадлежат ТАСС Материал размещен правообладателем В открытом доступе